КОНЕЦ О, годовщины, годы! Мы этих дней не позабыли, Горим огнем тех дней, В которые мы жили грядущим днем. И в час, когда опять двенадцать На башне бьет, Когда дома уже теснятся, Чтоб дать проход неведомым Грядущим суткам, почти мечтам, Вновь ставлю я своим рассудком Все по местам. Да, он назад не возвратится Вчерашний день, Но и в ничто не превратится Вчерашний день, Чтоб никогда мы не забыли, Каким огнем горели мы, Когда мы жили грядущим днем. Время, которому посвящен наш фильм, Отделено от нас всего десятью годами. Десять лет – срок удивительно малый, Чтобы осмыслить события. Казалось, ведь только что все это было. Но, оказывается, это уже история. И вот мы уже восстанавливаем в памяти Некоторые ее страницы. 1971-й деревянные мостки старой пристани В набережных Челнах Принимают первых строителей Автомобильного гиганта на каме. К концу нашего фильма КамАЗ уже выдаст первую продукцию. Пройдет всего лишь пять лет. «Идем на вы, Енисей!» Звучал в те годы Узов строителей Красноярской весы. В мечте Ильича суждено сбыться. Я прожила огромную жизнь, Честно сказать, безостановочного труда, Пока, наконец, я не пришла к Ленину, Читаем мне Гумариэты Шагинян. Моему поколению выпало величайшее счастье Наблюдать слово Ленина В его мгновенном превращении в дело. Годы труда. Единственный отдых, который я себе позволял в жизни, Это странствование. Главным образом, по местам, Связанным с жизнью Владимира Ильича. Я подошла уже к своему 70-летию. Я очень боялась умереть И не дожить до той минуты, Когда мне пришлось бы заговорить о самом Ленине. А он мне остановился. С каждой страницей моей работы, С каждым днем моего творчества, Все ближе и все, конечно, дороже. Более 30 лет отдала Шагинян созданию этих произведений, Удостоенных Ленинской премии. Все материальное имеет четкие границы во времени. Все духовное безгранично. Творчество героев нашего фильма – Лучшее тому подтверждение. В Кремле председатель комитета по ленинским и государственным премиям СССР Николай Тихонов Вручил высокие награды лауреатам 1972 года. В их числе старейшая писательница Мариета Шагинян, Писатель Иван Мелиш, Автор романов «Люди на болоте» и «Дыхание грозы». Хаты стояли на острове. Остров этот, правда, не каждый признал бы островом. Читаем мы умели же. О него не плескались ни морские, ни даже озерные волны. Вокруг качковатая трясина, Дошумели вечно мокрые леса. Но такое положение тут никого не пугало. Жителям острова оно казалось обычным. Людям надо было тут жить, и они жили. Роман «Люди на болоте». Премии он удостоен в 1972-м, но чтобы написать его, понадобилась целая жизнь. После войны преподаватель Белорусского университета Иван Мелиш вместо диссертации пишет роман «Минское направление». А дальше радость и мука постижения родной земли ее истории. «Как немало то, что делает каждый из нас», — писал Мелиш, но из множества таких дел образуется вечное. «Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока. Моя задолженность меня преследует жестоко». Эта книга стала последней, которую написал выдающийся советский поэт Александр Твердовский. «У стольких душ людских в долгу живу бедой объятой, а вдруг сквитаться не смогу за все, что было взято, за то добро, за то тепло, участие и пристрастие, что в душу мне от них вошло, дало изведать счастье». Его творческий путь начался на Смоленщине. Здесь, в детстве, берут свое начало все его книги и, конечно же, стихи сборника, ставшего итогом пути. Последние годы жизни Александра Трифоновича пришлись на время работы в журнале «Новый мир», главным редактором которого он был, на время большой общественной деятельности. «Спасибо, моя родная земля, мой отчий дом, за все, что от жизни знаю, что в сердце ношу в своем, за время, за век огромный, что выпал и мне с тобой, за все, что люблю и помню, за радость мою и боль». В лексикон тех лет прочно вошло новое слово – КАМАЗ. экономика диктовала проблемы. Наиболее оперативно на них откликнулся театр. «Все наши победы будут зависеть от того, как вы сами умеете планировать свой рабочий день. Каждый час, каждую минуту. Но самое страшное – это обман. Обман дезорганизует производство. Наш бич – вранье. Нельзя обещать и не выполнять. Лучше честно, мужественно сказать – не могу, не успеваю. А за обман я буду наказывать. Мы, руководители, должны быть на высоте. Мы должны быть справедливо объективны. В этом наша работа, наш авторитет. Ваша ложная информация приведет к тому, что я буду давать неправильные указания. И потянется цепочка лжи. За обман я буду наказывать. Не за то, что не выполнили, а за то, что неправильно сказали. Это был Чешков из пьесы Дворецкого «Человек со стороны». В начале 70-х на сценах театров появился герой, который вызвал жгучие споры. Мы восстановим сейчас фрагмент одной из таких дискуссий. Журнал «Вопросы литературы». 1972 год. Георгий Кулагин. Генеральный директор станкостроительного объединения имени Свердлова. Ленинград. Мне хочется безоговорочно стать на сторону Чешкова. Чего по существу требует Чешков? Он требует порядка, честности на работе, соблюдения необходимой производству, дисциплины, субординации. Болтовня о гуманизме, понятом как свобода личности от любых общественных установлений, опасна. Игнатий Дворецкий, автор пьесы. Зрительские мнения расходятся. Для одних это пьеса о проблемах управления индустрией, для других об экономической реформе. Мне хочется определить задачи моей пьесы скромнее. Это судьба или история молодого инженера-коммуниста, который сам себя вверг, и это следует подчеркнуть, в трудные производственные и человеческие условия. Он сам искал эту трудность, потому что жить спокойно и благополучно ему неинтересно. Тысячи молодых людей стараются так поступать. Андрей Нагаткин, главный инженер приборостроительного завода «Манометр», Москва. Меня не устраивает не просто методы Чешкова, а сама система его отношения к людям. Допускаю, что он талантливый инженер, но как руководитель производства он безграмотен, ибо он не хочет учитывать человеческого фактора. Кажется, даже и не подозревает о его существовании. Владимир Шубкин, социолог. Чешков выступает как плеть, перешибающую обух вредных традиций. Но против кого он воюет? И какими методами? Я не совсем понял, почему традиции, связанные с тем, что люди помнят добро, опасны. Мне вот, например, кажется, что нам порой не хватает хороших традиций. Мы иногда очень жестко относимся друг к другу. Все завершил, покончил с мелочами, и суета осталась позади, и каждый день с рассветными лучами птиц выпускаю из своей груди. Мустай Карим, мне повезло с землей моей, ты чудо, Башкирия, ты свет в моей судьбе. Везло с боями, в пламени жестоком мне виделись победные огни, везло с моими ранами, до срока туда не унесли меня они. Что ж, доброй ночи, прошлое, дорогам твоим поклон, за все спасибо им. Мне повезло, мне повезло во многом, не знаю, повезло ли со мной другим. Он мне доставляет огромную радость, что кто-то в тебе нуждается. Я же писатель, моя нужность как литератор, мое слово, вот это ощущение, что я необходим, это самая большая радость. «Еще не проглотил я первого глотка, и первая стрела еще не долетела до цели, не расцвел орешник мой пока, и свет гнездо моя кукушка не успела. Ты, старост, не спеши, еще одну спою я песню о любви. Я молод был давно ли, еще обречен рыдать от сладкой боли, кататься по земле и усисклясть свою». «Все завершил, окончил с мелочами, и суета осталась позади, и вот сейчас с рассветными лучами птиц выпускаю из своей груди». КОНЕЦ 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 О, годовщины, годовщины, былые дни, былые дни, как из полины встают они. Мы с вами в зале Московского художественного театра. Бхату 75 лет. Это был праздник русской сцены. Вот если мы действительно немножечко сейчас ощутим и вспомним, кто здесь был и какое время прошло через этот театр, через это искусство, мы поймем три революции, две мировых войны, наконец, строительство социализма. Почему этот театр так мог быть жизнеспособен и жизнестойкий? Да потому что он выразил и впитал в себя, в свою организацию, в свою суть, квинтэссенцию всех лучших устремлений российской прогрессивной революционной интеллигенции. Приветствием не было конца. Мы выбрали лишь одно, чтобы еще раз ощутить атмосферу того удивительного вечера. 75 лет. Почтенный возраст. Я вот стою и думаю, что бы такое сделать, чтобы помолодеть. По-моему, выход один. Надо не знать, сколько кому лет. Сделать это просто. Все календари, все часы, все будильники у населения отобрать, сложить все это в одну большую кучу на набережной. Пускай куча тикает и звонит стерва, когда ей выпадут ее сроки. а самим разойтись. Нет, кому интересно, пусть. Пусть стоит возле кучи и отмечает. А мы без времени, без сроков, без дней рождения, извините, потому что нет ничего печальнее. Дней рождения, годовщин, свадеб и лет на работе на одном месте. Живем по солнцу, птицы запили, значит, утро, стемнело, значит, вечер. Все расцвело, весна, зеленеет все, лето, опадает, значит, осень, белым-бело, значит, зима. Вот сейчас, например, неизвестно, какое время год. Что раздражает, это деревья. Деревья. Так что были зеленые, уже желтые, уже белые, уже не пахнет. А попугай, маленький попугай, крепкий тип Гоголя, помнит. И нас будет помнить. И на столетнем юбилее МХАТа будет присутствовать. Поздравляю, поздравляю. со столетиями, поздравляю, поздравляю. Ну, несправедлив же это. Написал я в центральную прессу, ответа пока нет. Вот хочу подарить. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет МХАТ. еще звучали праздничные аплодисменты, а в зале уже разгорались характерные для того времени споры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За год до постановки Столеваров я снимался в фильме, посвященном металлургам, рассказывает Олег Ефимов. Мне пришлось в течение месяца поработать на металлургическом комбинате, в бригаде. У этих людей сформулирован высочайший нравственный кодекс повседневной жизни. Она у них неписанная, эта этика, но там нельзя, извините, жить за чужой счет. Ну ты, понятно, не все у нас подручных ходить будешь, и дай тебе, как говорится, Бог при твоем образовании, только учти, Витя. У нас в добрые Столевары тот выходит, кто по всем статьям человек. Кто на работе и в драке стоит, пока ноги держит, а главное, кто живет по совести. КОНЕЦ КОНЕЦ Споры не утихали. Человек-дела. Все сходились на таком определении героев спектаклей Чушкова и Лагутина. Для выполнения грандиозных задач нужна высота сознания нравственных требований. Такова общественная потребность. Театр учит меня многому. Учит решать какие-то сложные гражданственные проблемы, проблемы сегодняшнего дня. Театр, я считаю, это то, без чего не может жить сегодняшний современный человек. Потому что он учит прежде всего добру. Любите ли вы театр? Театр люблю, только билеты не могу достать. Я командировал же, приехал, в Москву зашел, билетов нету. Вот ему любовь. Казино! Офицеры! Вино течет рекой! Позвольте представиться! Корольчик, берег! Очень приятно, папа Рульчик. Казино! 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 Офицеры. Казино! Продолжение следует... И в час, когда пять двенадцать на башне бьет, Когда дома уже теснятся, чтоб дать проход Неведомым грядущим суткам почти мечтам, Вновь ставлю я своим рассудком все по местам. Леонид Мартынов. Его стихи стали лейтмотивом нашего фильма. Из книги Гиперболы. Творчество. Когда создаются сложнейшие вещи, подобие солнц, заменители лун, Слова об искусстве все чаще и резче звучат в мегафон из высоких трибун. О том, чтоб оно точно так же ковалось космической мощи задачи верша. Но надо б на знать, что давно стасковалась об очень несложном людская душа, Чтоб творчество, полное внутренней мощи и многообразное, как никогда, Дерзало бы стать по возможности проще, Как попросту солнце, как просто звезда. «Я поднял стихотворную волну», Писал Леонид Мартынов. Кто знает, как отзовутся волны, поднятые каждым из нас. Кабардино-Балкария. Родина Кайсына Кулиева. «Да, много у меня воспоминаний, Они, как книга, что держу в руках, Как журавли мои односельчане, Что скрылись над Аулом в облаках. Не я, а жизнь писала эту книгу, Как нужно было жизни, а не мне. Здесь вечно все, и все подвластно мигу, Здесь ночи и рассветы в тишине». «Что составляет наше достояние, Прекрасный мир, в котором мы живем? Что нам приносит большее страдания, Все тот же мир, в котором мы живем? Что может даровать нам утешение, Работа наша больше ничего, Что на земле достойно уважения, Достойны мастера и мастерство». Шумят реки и ручьи бегущие, «Мир и радость нам живущие». Страницы истории. Для одних они время итогов, Для других лишь начало пути. И духовые оркестры зовут в дорогу. Пройдет немногим более десяти лет, И по рельсам БАМа промчаться поезда. А стихи? Стихи, берущие начало в этих днях, Могут прозвучать и много позже, Когда придет время подводить итоги. «Первые дни войны, Первый день войны, Это воспоминание, Конечно, которое, наверное, До конца дней будет самым тяжелым. Но написал я стихи об этом не тогда, А почти что через, Да, в общем, через 30 лет после войны, Об этом первом дне. Как вы помните, Это был самый длинный день в году, Так и называются стихи. Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду На всех, На все четыре года. Она такой вдавила след, И стольких на земь положила, Что двадцать лет И тридцать лет Живым не веется, Что живы, А к мертвым, Выправив билет, Все едет кто-нибудь из близких, И время добавляет в списки Еще кого-то, Кого нет, И ставит, Ставит Обелиски. Константин Симонов Чтобы о войне писать всерьез, Мало воевать, Надо встречаться с людьми. Впоследствии он скажет, В самом начале войны У каждого в какой-то день Появилось ощущение, Что война не будет проиграна. Для меня это было Двенадцатый июля сорок первого года Под Могилевым, Когда были разбиты тридцать девять танков. Я это видел своими глазами. Спустя годы В романе «Живые и мертвые» Мы прочтем. Они не знали и не могли знать, Что генералы, Еще победоносно наступавшей Германской армии Через пятнадцать лет Назовут этот июль сорок первого года Месяцем обманутых ожиданий. Они не могли предвидеть Этих будущих горьких признаний врага. Но каждый из них Тогда, в июле, Приложил руку к тому, Чтобы все именно так и случилось. Здесь в суровые дни сорок первого года Беспримерную стойкость Проявили бойцы Это было под Могилевым Двенадцатого июля сорок первого года. Двенадцатого июля сорок первого года Жизнь диктовала искусству темы, Ставила проблемы. Вышедшие в это время спектакли Дали слово напряженным Драматическим стихиям Экономической жизни. Ленинградский Большой драматический театр. Александр Гельман Протокол одного заседания. Ну, так что, расходиться будем, что ли? Подождись, сэр. Портком еще не закончится. Товарищи, Я считаю, что от того, Чтоб часть бригады получила сейчас премию, Для нас с вами ничего не изменилось. Я считаю, что если мы с вами сейчас Не примем предложение Потапова, То нас всех, как портком, Надо гнать отсюда К чертовой матери. Мы очень любим подниматься на высокую трибуну И говорить красивые слова рабочим классам. Он у нас и грамотный, и умный, И культурный, и современный, И настоящий хозяин своей строй. А когда он пришел вот сюда, Вот этот самый хозяин, Когда он выложил все, Что у него наболело, Мы его не узнали. Сначала мы подумали, что он демагог, Потом мы решили, что он рвач, Потом мы пришли к выводу, Что он подставное лицо. А потом мы ему сказали, Ты парень хороший, Только забери, пожалуйста, Свои тетрадочки и уходи, Они нам мешают. А вы знаете, Саша Леонидович, Почему эти двенадцать человек Получили сейчас премию? Потому что они не верят, Они не верят, Что Потапов может здесь вот чего-нибудь добиться. Что вообще можно что-нибудь изменить На этой стройке, Так неужели же мы сейчас подтвердим это? Во имя чего мы так поступим? Неужели мы покупим в человеке Самое важное веру в то, Что ты не пешка в жизни, Что ты можешь что-то изменить, Переиначить, сделать лучшее? Мы члены коммунистической партии Советского Союза, А не члены партии Треста номер сто один. Такой партии нет И никогда не будет. Ничего более, так сказать, человечного, что ли, в искусстве? Ну, просто нет. Это самое большое чудо театра. В этом состоит, Что вы наблюдаете живого человека И, так сказать, себя соотносите Непосредственно с живым человеком, Который ежесекундно на ваших глазах, так сказать, Творит из самого себя. Большую часть своего времени Я провожу в командировках. Летаю, езжу, плаваю. Но если бы мне сказали, Что завтра театра не будет, Если он уйдет из моей жизни, То, признаться, я буду чувствовать себя очень плохо. За всеми непривычно звучащими Со сцены экономическими категориями Стояло борение воли, Стояли человеческие судьбы. Московский театр имени Моссовета. Валентин Черных. День приезда, день отъезда. Ну, хорошо, Миша, давай сделаем так. Давай доложим им данные без выводов и рекомендаций. В конце концов, подком, коллективный орган, пусть решает. Они будут решать, но свои выводы мы доложить обязаны. Не обязаны. Но они завалят программу. Да, они завалят программу, а ты подложишь свои руки. А в других местах, в десятках других мест, Где под тем же причином заваливается программа, Ты рук не подложишь. Не везде найдется такой самоотверженный борец, Петров. Почему? Это довольно распространенная фамилия. Не понимаю, почему ты здесь? Взбунтовался. Почему ты молчишь у себя дома? Ты не знаешь, что наш начальник Сахно дурак и перестраховщик. Что у него единственная идея дотянуть до пенсии, А до пенсии ему тянуть семь лет. Да не знаешь, что половина нашей лаборатории состоит из папенькиных сынков и дочек, От которых сейчас никакой пользы. А вот они высадят свои начальнические места. Будет только вред, потому что пришли заниматься не своим делом. Ты так молчишь. Почему? Я теперь не буду молчать. Я приеду и скажу, Сах, новый дурак. Пускай она меня в суд подает. Наш советский суд разберется. Шут. А серьезно? Если я отступлюсь сейчас, я уважать себя перестану. Для тебя, любимая, каждый миг движенья, каждое. Эти площади просторные и улыбки ребят. А теплый ветер, теплый ветер кружится. Тополиный свет плывет по улице, и любовь не кончается, дорогая, для тебя. 91-3. Видал, Сашка? Что это ты, Сашенька, такой серый стал? А ну-ка, товара, потеряешь от такой жизни. День его! Пока в руки вверх не успел. 74-й год. Сейчас вы увидите последнее интервью Василия Шукшина. Спустя два года творческая деятельность Шукшина будет удостоена Ленинской премии. Чем меня соблазнила предложенная мне работа? Тем, что автор Шолохов, режиссер Бондарчук, это известные мастера своего дела, литературный материал позволяет показать русский характер в тяжелейших испытаниях. Это ведь были времена, когда на голову этих людей сыпались громы, беды, тяжести. И, очевидно, в этом напряженном, в этом страшном времени и нужно показать, почему же выстоял солдат, как он выстоял, что же ему помогло в этом, казалось бы, ну, немыслимой ситуации по напряжению сил. Они святые люди. Это вот они сражались за Родину, они спасли Родину, они победили. Мы получили наказ Шолохова. Он сказал мудрые слова. Держитесь истины. Интервью с Михаилом Александровичем на завалинке или на скамейке около дома некогда сильные руки, безвольно опущены на колени, спина сожбенная, взор потухший. Вот вам живописный портрет юбиляра. Не обязательно крестьянина, и рабочий, и интеллигентный. Все одинаковые в этом возрасте, как до 70. Старость ведь не щадит, как и смерть ни полководцев, ни рядовых. Что ж, это не веселая дата, в общем-то. Вот с таким настроением я и иду, казалось бы, к такому знаменательному событию. И сознание старства отходит успевели. Вот как все бывает. Михаил Александрович, что для вас самое заветное в жизни? Пожалуй, творчество. Самое без чего жить трудно. Как без хлеба. Работа. Что может даровать нам утешение? Работа наша. Больше ничего. Что на земле достойно уважения? Достойны мастера и мастерство. Так вторит писателю поэт. Что на земле достойно уважения? Достойны мастера и мастерство. Вторит поэту работающие на земле люди. И нескончаемо цепь единых нравственных устроек. Я видел этих людей и на просторах Западной Сибири, и в Восточной Сибири, и на северо-востоке страны. Это люди огромной целеустремленности. Что такое романтика? Это прежде всего работа. Увлеченная. Это героическая работа, невзирая ни на какие трудности. И вот готовность этих людей перешагнуть через любые трудности. выполнить задания Родины. Исполнить свой долг до конца. Вот эти замечательные черты воспитаны в этого прекрасного поколения романтиков. поэзия и проза семидесятых. Читаемся в названии книг. Наступала последняя четверть двадцатого столетия. Время наибольшего осмысления прожитого. Время поиска глубинных связей своего места в мире. На театральных сценах прошли спектакли, которые и по сей день в памяти. Яркие, разные. Наша историческая, наша духовная ценность. Вот лишь некоторые из них. Царь Федор Иоаннович Иннокентий Смоктуновский. Я царь или не царь? Царь или не царь? Ты царь? Да больно. Больше и не надо. Ты слышал, Арина? Князь, ты слышал? Он согласился, что я царь. А теперь уже не может спорить? Он теперь он... Цыц. Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь. Ты помнишь батюшку царя. Достигаев и другие. Вводить ручки в карманах. Не схватишь. Да и госполезного Юлию хватали, оно снова вылезло, да ещё как будто погуще. Вот ежели таких рябининых наберётся тысяч пяток десяток, а их может оказаться больше. Не схватишь. А вот ежели ножку им подставить на крутом-то пути, на неведомой дорожке. Вампилов. Прошлым летом в Чулимске. Удивительное какое-то утро сегодня. Смотрю на тебя целый год и разглядел по-настоящему только сейчас. Я тебе должен сказать... Не надо. Что? Ты что, лишаешь меня слова? А почему? Потому что вы смеётесь надо мной. Я смеюсь? Нисколько. А что тут смешного? Женитьба Ольга Яковлева. Никанор Иванович не дурён, хотя немножко худощав. Иван Кузьмич тоже не дурён. Да если сказать правду, Иван Павлович хоть и толстый, ведь очень видный мужчина. Балтазар Балтазарыч опять мужчина с достоинствами. Уж так трудно решиться, что просто рассказать нельзя, как трудно. История лошади. Евгений Лебенев. Жизнь моя проходила так. С утра приходил ко мне старший кучер Феофан. Молодой молодчик, взятый из мужиков. На, водиться и спей, животина. Небось скучаешь без воды. Феофан. Ах ты мой лаский. Феофан. Ай-яй-яй. Кавказский меловой круг. Кавказский меловой круг. Кавказский меловой круг. Играет музыка Играет музыка Гамлет в заглавной роли Владимир Высоцкий Гуд затих Я вышел на подмост Прислонясь к дверному косяку Я ловлю в далеком отголоске Что случится на моем бегу На меня наставлен сумрак ночи Тысячу биноклей на афи Если только можно Алва-отче Чашу эту мимо провези Ионас Авижус Человек и война Нет о войне, об окопах, о сражениях Писать не хочу Меня не привлекают батальные сцены Я только хотел рассказать людям О фашистской оккупации О том кошмарном мире Который окружал меня И мой маленький народ Я часто вспоминаю свое детство Самые лучшие И самые трудные годы Они связаны с отцом В моих книгах у героев старшего поколения Отцовские черты Это старый джугас из потерянного крова И даже римша из деревни на перепутье Ненавижу фашизм Как и все то, что порождает насилие Подчиняет своим низменным целям Волю человека Несет рабство и смерть Меня привлекает не ход войны А ее последствия Глубокими шрамами от ран Врезавшиеся в человеческую душу Потерянный кров Как назовет свою книгу Достойную ленинской премией 76-го года Литовский писатель Йонас Авижус Среди награжденных Ираклий Андронников В 76-м ему присуждена ленинская премия Ленинград удивительный город Одно из самых прекрасных созданий на свете Я вот родился здесь и учился Становился самостоятельным человеком Знаю здесь каждый угол Каждый дом для меня живой Опутан воспоминаниями Недавно приезжаю в Ленинград выступать Захожу в дирекцию филармонии Под вечер Прошу разрешения пройти по хорам Там у них в конце небольшой музей Нет, говорят, погодите Сейчас репетирует сам Евгений Александрович Моровинский А я тихонько Пагнер Луенгрид Ираклий Андронникова знает и любит в каждом доме Встреча с ним по телевидению Это не просто общение с удивительным человеком Но это глубинное проникновение в нашу культуру В нашу историю Дошел до конца хор И остановился на том самом месте Откуда в юности Многие годы подряд Стоя слушал великую музыку Моровинский Моровинский Высокий и статный Даже и сидя Свободный Строгий Сейчас они будут играть Последнюю часть четвертой симфонии Брамса Партитуру Вагнер отложил В каждом своем проявлении Он вновь открывался для меня как артист В высоком значении этого слова Это четкая экономная пластика Элегантная легкость в движениях кисти, локтя, плеча Прозрачная стройность оркестра И музыка Брамса благородная Исполненная глубокой мысли Драматизма, мощи Ясности, строгости, чистоты И как прекрасно на музыку этот Озвался поэт Мне Брамса сыграют Я вздрогну, я сдамся В чем жизнь и смысл? Конечно, в ней самой Чтоб цвел цветок Чтоб падал снег зимой Чтоб звезда горела неизменно Чтоб ночь и день Друг другу шли на смену То распускались, то слетали плистья И все без выгоды Все без корысти Чтоб листик каждый Даже самый жалкий Вдруг напоследок вспыхнул Искрой жаркой И не беда, что дерево погасло Оно и обнаженное Прекрасно Пусть ветер Пепел над землей развеет Вот только бы отдать Все, что имеет Быть людям, камню и воде полезным Все без свидетелей Все безвозмездно Чтоб снег растаял Ручейком потек Потом понесся б взбалмошный поток И обернулся бы стряной реки А та поила б корни и ростки И старой мельнице Шептала сказки И перед тем, как рухнуть Вниз на скалы Вдруг чудом пеной Радугую стала И засверкали бы Такие краски Чтоб дрогнули бы Живописцев в кисти И все без выгоды Все без корысти И без неисчерпаемого вопроса О смысле жизни Кадры хроники Которые вы сейчас видите Это первая продукция КамАЗа Еще один этап нашей созидательной Нашей творческой жизни Стал страницей истории И в час, когда опять двенадцать На башне бьет Когда дома уже теснятся Чтоб дать проход Неведомым грядущим суткам Почти мечтам Вновь ставлю я своим рассудком Все по местам Да, он назад не возвратится В вчерашний день Но и в ничто не превратится В вчерашний день Чтоб никогда мы не забыли Каким огнем горели дни Когда мы жили Грядущим днем КОНЕЦ 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 КОНЕЦ